С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, над его семьей и с подвижниками. А затем, дорогой брат, уважаемая сестра, спеши совершать благие дела до того, как придут смуты, подобные кускам мрачной ночи. Поторопись, прояви инициативу, поспеши и устремись, соревнуйся в этом с другими, ведь может наступить день, когда все твои дела прекратятся. Сколько всего людей в отношениях, с которыми у тебя есть проблемы, на данный момент, сейчас, когда ты слышишь меня. Может быть, сестра, у тебя какая-то родственница или подруга, и в ваших отношениях есть отчуждение и трещина. А иногда даже что-то вроде ненависти, и да упасет нас от этого Аллах. Верующие не должны ненавидеть друг друга, но иногда шайтан сеет вражду между верующими, натравливает их друг на друга, и они чуждаются друг друга. Хотя верующему не дозволяется избегать своего брата более трех дней. Но некоторые люди избегают других не то что три дня, а многие годы. И ладно бы он избегал какого-нибудь обычного человека. Возможно, он избегает одного из своих ближайших родственников. Некоторые оставляют своих дядей по отцу, дядей по матери, двоюродных братьев, а иногда и соседей. Сейчас поспеши сделать то, что называется прощение. Как говорит Всевышний Аллах, если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. Каждый раз, когда ты прощаешь, богобоязненность в твоем сердце увеличивается. Всевышний Аллах описал верующих следующим образом. Он сказал, сдерживают гнев и прощают людей. В один из дней пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, кто из вас может быть как Абу Дамдам? Кто это Абу Дамдам? Это был человек из сподвижников, из лучшего поколения мусульман. Однажды, когда люди раздавали милостыню, у него с собой не было денег. И ночь после этого он провел в грусти. Как это все люди раздавали милостыню, кроме меня? Так как у меня не было денег, он сказал, о Аллах. Люди раздавали садаку, а у меня нет того, чем я мог бы раздать садаку. Воистину, я отдаю в качестве милостыни мою честь. Каждого, кто будет говорить про меня что-то плохое, будет ругать меня или злословить про меня, я уже простил. То есть я сделал дозволенным любому человеку говорить про меня плохое, задевать мою честь. И он заснул, а в сердце его не было ни одной плохой мысли о мусульманах. Когда наступило утро, пророк да благословит его, Аллах приветствует, спросил, где Абу Дамдам? Он ответил, я здесь, о посланник Аллаха. Он сказал ему, возрадуйся, воистину, Аллах принял от тебя твою милостыню. Самая высокая степень, это не тогда, когда ты прощаешь, а когда ты еще после этого творишь тому человеку добро. Аль-Хасан Аль-Басри ходил с едой и подарками к некоторым людям, которые, как он слышал, плохо говорили о нем и злословили. Возможно, они как-то задевали его честь. Когда в наши дни человек узнает, что какой-то плохо говорил о нем, сами начинают ругаться с ним, затаивать против него злобу и распространять про него гадости. Аль-Хасан же не просто прощал их. Он еще и дарил им подарки. Они спрашивали, по какому поводу этот подарок? Он отвечал, вы отдаете нам ваши благие дела, хасанаты, а мы за это дарим вам подарки. Он говорил так для того, чтобы воспитать их и призвать к Всевышнему Аллаху. Я не просто прощаю вас, но еще и делаю вам добро. Однажды про Софию плохие слова сказала ее рабыня. София – это одна из матерей верующих, доводит доволен ею Аллах. Служанка отправилась к Умару ибн Аль-Хаттабу во время правления Умара и сказала, о повелитель верующих, воистину София склоняется к иудеям и возвеличивает субботу по сравнению с другими днями. Она оклеветала ее, а София, Умаль-Му'менин, была непричастна к этому. Умар вызвал Софию. Правда ли, что ты говоришь так-то и так-то? Она ответила, нет, клянусь Аллахом. Так было до того, как я принял ислам. Что же касается настоящего времени, то Аллах направил меня к его религии. София была матерью верующих. Женой пророка да благословитого Аллах приветствует. София еще была известна тем, как много она поклонялась Аллаху. София вызвала к себе свою рабыню. Она спросила ее, почему ты сделала так-то и так-то? Она ответила, о мать правоверных. Это все шайтам попутал меня. Знаете ли вы, что сказала ей София? Иди, воистину я освобождаю тебя ради Аллаха. Воздаяние бывает такого же вида, как и само дело. Если ты хочешь, чтобы Аллах простил тебя, а мы очень много ошибались перед Аллахом, мы много ошибались в праве Аллаха, в наших отношениях с Аллахом, мы много раз приступали его веления и ослушались его. Хорошо. Ты хочешь, чтобы Всевышний Аллах простил тебя? Тогда прости создание Аллаха. Простите и будьте великодушны. Неужели вы не хотите, чтобы Аллах простил вас? Начиная с этого момента, сегодняшнего дня, поспеши. Пусть не наступит вечер или утро, пока ты не простишь творение Всевышнего Аллаха. Скажи, Господь мой, я простил им, так прости и ты мне.